Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. В рамках празднования 100-летия Карачева-Черкесии историко-культурный музей-заповедник провел Всероссийскую научно-практическую конференцию «Книга. История, культура, память». Шерифат Лепшокова расскажет подробнее. Как сделать так, чтобы культурное наследие стало частью каждого человека? Эта тема стала лить мотивом встречи. Об этом на предваряющие события пресс-конференции говорили министр культуры Зураба Гербов и руководитель Республиканского музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Рассказали они о том, что уже сделано в Республике на сегодняшний день. Так готовится проектно-сметная документация по реставрации Республиканского театра. В музей-заповеднике появятся новые залы. Реализуется и проект «Пушкинская карта», но не так активно, как хотелось бы, говорит Зураба Гербов. Из 50 тысяч ребят в Республике ее оформили только 4,5 тысяч. Участники проекта смогут бесплатно посещать выставки, концерты, спектакли, выезжать в соседние регионы. Но при всех усилиях все еще важнейшей проблемой остается борьба за умы подрастающего поколения, как привитим любовь к традиционной культуре. Как тяжело сегодня нашего молодого человека, ребенка отвлечь от гаджетов, как очень легко информационный поток вымывает наши традиционные ценности, как они подменяются очень яркими, очень профессионально сделанными картинками, видеоматериалами, в которые реально миллиарды долларов вложены, чтобы эта система работала. Потому что сейчас, как вы знаете, мир борется за внимание. Внимание людей, внимание в социальных сетях – это сегодняшняя валюта, это сегодняшняя нефть. И вот как вот в этом мире нам с нашими очень редкими, очень ценными сокровищами культуры быть, как правильно с ними поступить, чтобы они не потерялись вот в этом потоке. Вот об этом, если в общем говорить, сегодняшняя наша конференция. Попытались охватить этим названием конференции всю сферу, наверное, культуры, где здесь и книга есть, и история, и память, и культура. Все вот эти четыре слова, они объединяются в одно единое целое. И мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы учреждения культуры, не только музеи, но и библиотеки, филармонии, театры, они собирались на таких мероприятиях, и живое общение, наверное, ничто не заменит. Перед началом пленарного заседания с приветственным словом к собравшимся обратился министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он рассказал о работе ведомства по сохранению культуры Кавказа. В прошлом году министерством была издана книга сказок народов Карачаева Черкесии. Имевшая большой спрос, в этом году она вышла еще одним тиражом в тысячу экземпляров. Альберт Кумуков выразил надежду, что конференция будет способствовать дальнейшим добросистецким отношениям. Отрадно видеть вас всех здесь, в Карачаеве Черкесии, в это непростое время, в период пандемии. Данная конференция актуальна, важна, особенно в период, когда в следующем году мы празднуем 100-летие нашей республики. Мы все должны говорить, показывать миру другим субъектам, другим народам, и вообще говорить о нашей культуре, традициях, о памяти. В свою очередь, ректор Качегуута Усултан Узденов рассказал об усилиях университета по приобщению студентов к литературе народов Северного Кавказа. Ими был выигран грант. Буз софинансировал, и теперь лучшие ценители поэзии посетят места, где жили прославленные поэты. Расул Гамзатов, Алим Кишоков, Ислам Крымшамхалов и Касин Кулиев. За два дня конференции, которая проходила в Черкесске, а затем в Сибирде, Доме музея ислама Крымшамхалова, с докладами выступили десятки специалистов, подвижников своего дела. Подключились к работе онлайн и два десятка ученых из Москвы, Подмосковья, Татарстана. Екатерина Захарова, директор Ставропольской библиотеки для слепых и слабовидящих, рассказала об их миссии – сделать для своих читателей доступным информационное пространство. Главный библиотекарь Хасавюртской центральной городской библиотеки Зумруд Курмагамедова говорила о литературном наследии Расула Гамзатова. И не случайно, их учреждение носит его имя с 2002 года. Тогда почетным гостем мероприятия был сам поэт. Масштабная конференция стала первой в череде последующих, которые будут также приурочены столетию со дня образования республики. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Казахстане вышел в свет уникальный альбом «Монография тюркских художников». В альбом под названием «Золотая Орда» вошли семь художников из Карачаева-Черкесии. Красочное издание включает в себя не только знакомительный материал с мастерами искусств, но и их тематические работы. О том, как проходил отбор, кто конкретно вошел в монографию и кто организовал мероприятие в эти минуты, в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит председатель Союза художников Карачаева-Черкесии Хали Сатаев. Доброе утро всем! Доброе утро, Халис Магомедович! Благодарю вас за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Повод у нас прекрасный. Значит, в Казахстане вышел в свет альбом. Вернее, это альбом-монография под названием «Золотая Орда». Мы все видим, что это красочное, эксклюзивное, прям просто шикарное издание, куда вошли художники из Карачаева-Черкесии. И надо сказать, что немало художников. Как о вас узнали? Как вас пригласили? По какому критерию отбирались художники? Здравствуйте! Доброе утро! Дело в том, что накануне, ну, как бы сказать, на один год раньше мне позвонил председатель Союза художников Казахстана. И вот с ним познакомились. Потом он приехал к нам сюда. Мы организовали встречу с нашими художниками, побеседовали. Конечно, о многом, о многом узнали, что у них все очень хорошо организовано по поводу искусства. И он предложил, чтобы мы приняли участие вот в таком празднике, 750-летие Алтын-Орда, «Золотая Орда». Ну, как-то это было неожиданно. И мы приняли это предложение. И через год нам опять он же позвонил, сказал, вот я вам высылаю информацию. На основе этой информации пришлите электронную почту ваших работ художников. Ну, тут же побеседовали мы с ним вместе. И он говорит, как организовать вот другие регионы тоже на Кавказе, тюркского мира. Ну, давайте я пообщаюсь, что смогу, то и сделаю. Я позвонил в Дагестан, позвонил в Каварино-Балкарию, там, Астрахань. Попытался созвониться с Крымом. Ну, с Крымом у нас ничего не получился. Все остальные окликнулись. И я дал им информацию. Они прочитали, согласились, подготовили свои работы и по электронке отправили в Казахстан. То есть там они сами в Казахстане уже отбирали какие работы, да? Там конкретно такого отбора не было, а был такой оговорка, чтобы тема подходящая, чтобы была тема подходящая. Если художник на тему работает, это значит, я думаю, уже состоявшийся художник. И вот так все началось. Правда, было у нас много художников, которые отправили, но многие опоздали. Там срок был. И после срока тоже отправляли. А кто конкретно из Карачао-Киси нашел в этот альбом? В первую очередь они спросили Хабичева Магомеда. Скульптора нашего. Да, скульптора нашего Хабичева Магомеда. Они, оказывается, узнали о том, что он сделал из бижутерии трон Чингисхана. Этот трон уже находится в Татарстане. Казахстане был подарен туда нашей республикой. И об этом узнали в Казахстане. Попросили, чтобы мы его соединили с Казахстаном, чтобы была связь. И я это осуществил. И на основе этого еще я третий там. Мы созвонились. В общем, с нашего региона попали туда семь человек. А со всего Кавказа 15 человек попало. Ну вот получается, что с нашего региона хорошее количество художников попали в этот альбом. Все члены Союза художников. Ну, там один не был членом Союза. Он отличный художник. Баташев Мурат. Отличный художник. Просто у него интересные... Вы сами тоже вошли? Да, я сам. Вы Магомед Хабичев, Баташев, Кубанова. Кубанова, Кипкеев, Муса Данашев. Да, Муса Данашев, Кипкеев Мустафа. Ну, вот где-то вот так. А, Кошали. Кошали Зарман Бетов. Зарман Бетович, Карасов Юра. Ихние работы тоже неплохие. Очень на уровне... У всех художников на уровне работы были. И вот так организовался... Халис Магомедович, а организовывал это все мероприятие? Я знаю, помимо того, что вот они вас издавали в альбоме, там должно было пройти еще мероприятие по этой тематике. Да. Вы вас пригласили, и насколько я знаю, они все это оплачивали, вас бесплатно приглашали. Кто это организовывал? Это Союз художников? Все это организовывал Казахстан. Союз художников? С Союзом художников вместе. Там был отдельный такой культурный центр какой-то. И вот они, меценат там был, и они организовывали все это. Но у вас не получилось поехать? Поехать не получилось из-за того, что пандемия. Никто никуда никого не пускает. Особенно в Казахстане это очень строго было. И туда въезд был трудным. И мы не смогли поехать. Но они организовали круглый стол по интернету. Онлайн. Онлайн. И мы попытались связаться. Конечно, не все связались. Я связался, и мы провели круглый стол. Там участвовало где-то 19 союзов, организаций, союзов художников. И вот так мы провели мероприятие. Там говорилось о юбилее, говорилось о тюркском мире, говорилось о художниках тюркского мира. Много, очень много интересного они рассказали. И если бы не болезнен эта пандемия, мы бы, наверное, поехали бесплатно. Бесплатно жилье, питание, проезд и все мероприятия они хотели организовать бесплатно. Конечно, это колоссальный опыт был. Но, тем не менее, семь художников из Карачаева, Черкесии вошли в этот редчайший альбом. Я считаю, что это большое достижение. И будем надеяться, что это не последнее такое издание, эксклюзивное. И вашему союзу художников, конечно, я желаю процветания, успехов. Спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Спасибо вам. Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта Архиз получили имена, связанные с космосом. Новые названия уже появились на картах, изданных к началу предстоящего горнолыжного сезона. Заодно к зиме обновились навигация и другая информация для туристов. Теперь гостям курорта будет проще ориентироваться и общаться между собой. Имена присваивались не случайно. Они связаны с особенностями трасс. Например, Красный Карлик – сложная и короткая трасса. Белка и Стрелка огибают канатную дорогу «Спутник» на Буране – ветрено. А с трассы «Горизонт» на северном склоне открывается панорама Кавказских гор. Космическая тема и раньше использовалась в названиях канатных дорог Архиза. Именно новых секций продолжают эту традицию. До начала горнолыжного сезона еще пару месяцев. Но туристы любят этот курорт в любое время года. Альбина Ламкова из Архиза. Архиз – молодой курорт. Его открыли в декабре 2013 года. И уже спустя три года он завоевал первую награду «Лучший молодой курорт России». В 2018 году стал лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта. Здесь восемь трасс разной степени протяженности и сложности, пролегающих в поселках «Романтик» и «Лунная поляна». Зимой здесь, конечно, рай для любителей прокатиться с ветерком со склонов и для тех, кто предпочитает активный отдых. Катание на лыжах, санях, сноуборте, коньках, да и просто на зимних аттракционах. Все это, конечно, в сочетании со слепительными, сказочными и заснеженными горами. Алексей и Аня Шишкины приехали из Москвы. Им очень понравились горнолыжные склоны. Теперь они хотят по-настоящему их оценить. Но для этого им нужно научиться кататься на лыжах. Зимой планируют осуществить эту мечту в Архызе. Значительная доля туристов впервые встает на лыжи или сноуборд именно здесь. К тому же есть опытные инструкторы, которые обучают за один день. Мы вчера были на полянке перед Софийским водопадным подъемом. Нам нравится природа, погода. Присматриваемся к горнолыжным склонам. Сейчас, понятно, не сезон, а может быть, планируем на перспективу. Ну да, чуть подрастем, на лыжах встанем. Чтобы романтик стал еще краше и романтичнее, сейчас здесь идут строительные работы на разных объектах. Поселок стремительно застраивается отелями. Появились новые кафе и рестораны. С каждым годом развивается туристическая инфраструктура курорта. Поэтому кто хоть раз побывал здесь, вновь сюда стремится. Природа восхитительная, воздух шикарный. Можно сказать, что для отпуска это самое лучшее место. Часто вы приезжаете? По возможности стараемся. Каждый раз, когда есть такая возможность, не отказываем себе, едем и отдыхаем. Семья Павлюченко приезжает в Архыз несколько раз в год. Даже когда поселок не был обустроен, это живописное место было для них самым любимым. Мы сплавляемся на катамаранах. А сюда приезжаем, когда уже конец сезона. Чисто хапнуть немножко солнышко, снега последнего. 25 числа мы здесь были на закрытие. Было кайфово. Вообще Архыз – это такая туристическая мекка. Лично я езжу сюда с конца 80-х годов, привожу детей, жену и друзей. Друзья уехали из Москвы, поехали туда наверх, чтобы посмотреть. Так что лично мне нравится уже 30 лет, и я сюда езжу. И буду ездить. Тут очень нравятся такие красивые виды. И необыкновенная природа, пение птиц. Племянница Павлюченко Елена Петрухина живет в Москве. Решила взять пример с дядей. Теперь она будет частым гостем на курорте. Я здесь второй раз. Здесь потрясающий горный воздух, горы вокруг, дикие животные. Приезжайте все. Местные жители отмечают, чтобы полноценно отдохнуть и побывать в разных уголках Архыза, посмотреть его достопримечательности нужно несколько дней. Летом грибы, ягоды, рыбалка. Интересные исторические места. Трекинговые маршруты как для новичков, так и для обывалых туристов. Зимой достаточно людей, а сейчас тоже приходят на белый водоподъезд на экскурсию. Преклонные прогулки, крешие маршруты. Заповедный лес, горные реки, озера, водопады невероятной красоты. Этот список можно и продолжить, но лучше приехать и увидеть все своими глазами. Мехтаси Дарт приехал впервые на отдых в Архызе из Краснодара вместе с мамой и младшим братом. Он увлекается физикой и астрономией, хочет поехать на экскурсию в Сааран. Здесь очень нравится, в Карачаево-Черкесской республике. Когда проезжали, ехали в Архызе, видели спутник крупнейший в мире. Очень интересно посмотреть еще вот эти физические объекты, потому что я вообще изучаю физику, мне это нравится, и астрономия тоже очень интересная область. В Архызе можно отдохнуть не только зимой. Здесь в любое время каждый может найти себе занятия по душе. Ну а самое главное – полюбоваться красивыми местами и подышать свежим воздухом. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. На дворе золотая осень. Кто-то предпочитает проводить прохладные деньки, укутавшись в мягкий теплый плед за просмотром кино дома на диване. Кто-то любит подолгу гулять и наблюдать за изменениями природы. А можно сходить в кино или посетить какую-нибудь живописную выставку. Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева подготовила подборку. Ей слово. Доброе утро, друзья! Как ваше настроение? Вот что ждет нас на этой неделе. С 1 по 31 октября в Историко-культурном и природном музее-заповеднике проходит стационарная выставка природы Карачаева-Черкесии. А в филармонии Черкеска 15 октября в 18.30 состоится спектакль Русского драматического театра «Голубцы по объявлению». Главная героиня решила опубликовать объявление, в котором говорится, что она отдаст своего мужа в добрые руки. И о кино. Фанаты Джеймса Бонда «Ликуйте!» на экраны выходит 25-й фильм Бондианы «Не время умирать». Агент Бонд оставил оперативную службу в прошлом и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс из ЦРУ. Дети и их родители смогут насладиться мультфильмом «Семейка Адамс. Горящий тур». Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск. Ребята загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. Надеюсь, моя подборка была полезной для вас. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго! Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи!